Всем привет, дорогие друзья! У нас очередная запись Ежа подкаста. Мы пропустили матч с Ротером и, к сожалению, Локомотив не смог ничего противопоставить великой волгоградской команде без наших подсказок. Поэтому у нас сегодня будет очень тяжелая задача, но необходимая. Мы сегодня будем подсказывать нашей команде, как же все-таки играть с Баварией. Так что будет тяжело. Со мной Александр Малых и, думаю, мы начинаем. Получается, что работаем из-за себя, из-за того парня на бровке. Кто-то должен работать и раскрывать все тайны соперников для того, чтобы Дмитрий Живоглядов мог делать навесы, такие, как он сделал в матче с Зальцбургом и какие он не делал в матче с Ротером. Я, надеюсь, Дима слушал и просто в укор моему не очень хорошему мнению о его текущей форме и способностях доказывает хейтерам, что он хороший и в атаке. Тогда, может быть, нам просто нужно всех подряд ругать и тогда они начнут играть просто, чтобы доказать тебе и мне, что они на самом деле достаточно неплохие ребята. Кроме Федора Смолова, я думаю, ему абсолютно плевать на любую критику. Ну, надо, может быть, как-то в личку ему скидывать, потому что он просто не замечает этот шум вокруг. Да, с Федей, к сожалению, пока не получается каркать. Давай обсудим главную вещь. Вообще, насколько этот ежеподкаст нужен? Реально ли обыграть Баварию? Реально ли хоть что-то ей противопоставить? Ну, мое психологическое состояние последние два дня — это 0-4 было бы здорово, особенно учитывая результат матча с Атлетико. И как бы это уже о многом говорит, когда ты думаешь, что крупное поражение, но не очень крупное, как вот Аякс кого-то изнасиловал в чемпионате. То есть вот четверок было бы в целом нормально. Как это противопоставить этой Баварии, я думаю, что очень тяжело будет за эти часы рассказать всем игрокам Локомотива. Последние два матча Баварии — это 0-4 с Атлетико, 0-5 с Франкфуртом и, судя по всему, будет 0-6 с Локомотивом. Ну, значит, как бы и результат этого матча должен быть 6-0 в пользу домашней команды, поэтому это легчайший тройной дубль Федора Смолова. Ох, 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 не знаю, я что-то как-то мне подсказывает, что даже если Локомотив забьет один гол, это можно уже праздновать и говорить, что задача максимум на этот матч выполнена. Ну, я думаю, что все будут рады этому голу. Даже я вот вспоминаю матч с Атлетико домашний, проигранный еще в Лиге Европы. То есть там достаточно весело было и на стадионе находиться, и вообще смотреть за этим. Неплохой атакующий футбол. Локомотив пытался противостоять и забить больше, чем Атлетико, но там и выход Гризмана зарешал. Но все равно кажется, что на данный момент Бавария куда более совершенная команда, чем все, с кем мы играли последние Еврокубковые сезоны. У Локомотива с Баварией уже бывало в Еврокубках приходилось встречаться, и тогда матчи закончились двумя, ну, разменом победами, но на победу у Локомотива со счетом 1-0 Бавария ответила просто катастрофическим разносом. Ну, как раз это было, по-моему, 5-0 в 95-м году. Как думаешь, может ли сейчас повториться такая ситуация, что, ну, допустим, в этом матче Бавария, которая еще не все решила, побеждает, а в ответке мы их в Мюнхене выносим 1-0 с голом Харлачева. Ну, то есть мы играем 9 декабря с Баварией на выезде, и может ли статься так, что история ходит по кругу, и Локомотив повторит результаты 15, сколько уж, 25-летней давности? Ну, конечно, нам бы всем этого хотелось, но возможно, что их предыдущая Лига Чемпионов, команда, которая играла в шестом туре из Баварии, думала, что раз уж Бавария решила все свои турнирные задачи, то выйдет не такими настроями, но Бавария, по-моему, уже 13 матчей подряд побеждает в Лиге Чемпионов, и я уверен, что они хотят как можно дальше продлить свою серию. Серия у них, кстати, достаточно крутая, я так понимаю, рекордная серия на данный момент в Лиге Чемпионов, 12, кажется, побед подряд, и длится она аж позапрошлой, получается, уже Лиге Чемпионов, когда они проиграли Ливерпулю и, собственно, открыли Ливерпулю дорогу к Кубку Лиги Чемпионов. То есть, получается, что я, сказав 13, уже посчитал исход вторничного матча. Как мы предполагали и наивно хотели, что хоть некоторые из звездных атакеров Бавария пропустят этот матч, но, суть по всему, и Сане уже готов, и сегодня вышла новость о том, что Гнабри не имеет больше никаких противопоказаний к тренировкам, и Стек у него срок карантина, и он тоже готовится к встрече в Черкизово. Немножко занимательных фактов. Как ты думаешь, кто самый дорогой футболист Баварии по трансфер-маркту? Лерой Сане? Почти. Это тот самый Серж Гнабри, который только-только выздоровел. И, ну, для меня это было удивительным фактом. Вот Гнабри, конечно, прекрасный футболист, хоть и списанный из английской премьер-лиги в очередной раз, но, ну, там много классных футболистов, и тот же Лерой Сане, безусловно, один из тех, кто первым приходит на УМА, и другие футболисты, но нет, именно Серж Гнабри стоит 90 миллионов евро, остальные дешевле. Очень не хотелось, чтобы Серж Гнабри играл против Локомотива, прямо скажем. Ну, возможно, он мстит исключительно английским командам. У него же, по-моему, какой-то дикий стрик в Тоттенхэм, Челси. И еще с кем-то из английской команды они играли в прошлых игрокубков, и он там порядком назабивал. Надеюсь, что у него нет таких счетов с Россией, с Хорватией, Сербией и Польшей, и наших защитников он немножко пожалеет. И еще один парень, который тоже мог бы стоить и 90, и 100, и 150 миллионов евро, это Кингсли Коман, который просто какой-то сумасшедший матч выдал против Атлетика. Я не знаю, но это, может быть, на данный момент самый сильный футболист мира. Ну, мне кажется, ты чересчур много листов ему дал после одного хорошего матча, даже несмотря на то, что до этого было тоже несколько предыдущих. Например, финал Лиги Чемпионов был неплохим для него. Но человек уже один из самых титулованных игроков мира. Он же, по-моему, выиграл 4 или 3 мейджор лиги там еще до 20 лет. Так он каждый год просто выигрывал чемпионат той страны, в которой играл, ну или не совсем играл, но тем не менее, просто каждый год выигрывал титулы и продолжает их собирать каждый год. И сейчас в Баварии он это делает штук по 5 за год, включая самые-самые лучшие, самые главные титулы Европы. Надеюсь, он все равно не обгонит Максвелла. В этом плане он мой любимчик. Когда перечисляешь все эти фамилии и примеряешь это на то, что сдерживать их должны Дмитрий Живоглядов, Мурила, Мацый Рыбусь, Данила Куликов, как-то, ну прям вот, вообще несопоставимые фамилии, мне кажется. При том, что возраст этих даже наших молодых парней, он уже примерно сопоставим. И когда мы говорим о том, что у нас какие-то молодые звезды, можно смотреть на Мусьялу, которому 2003 года рождения, исполнилось, помню, 17 или еще даже нет. Да, уже исполнилось 17 лет, и парень выходит в старте Баварии и забивает, отдает передачи. И я вот смотрел одну из последних нарезок, хайлата в Баварии, на кубок, по-моему, когда они играли. Ну, человек, по-моему, уже умеет на поле все. И это очень круто. Ну, в Бундеслиге он в старте не выходил. Выходил на кубок против команды из низших лиг, но уже забивает в Бундеслиге, забивал в том числе в Франкфурту. И, ну, конечно, просто фантастика, когда в такой команде, как Бавария, выходит 17-летний парень и забивает. А у нас 17-летние парни, они не попадают даже в казанку. Они слишком молоды, им слишком тяжело будет играть в такой взрослый футбол. Конечно, очень грустно от уровня поддержки молодых ребят, уровня развития молодых ребят. И, ну, это тема, наверное, для отдельных разговоров. Почему молодежь в России, которая там, условно говоря, в 15 лет с тем же Мусялой будет играть на равных, в 17 лет Мусялой будет выходить и решать за Баварию, а у нас в 17 лет они будут играть в UFL и надеяться, что хотя бы лет через 5 им дадут шанс. Грустная тема, не будем сейчас о ней. Конечно, можно разобрать куда более веселую тему, как локомотивы биться с Баварией. Да, ну, есть такие веселые темы, как травма Альфонсо Дэвиса, который получил игрок на третьей-четвертой минуте матча с Франкфуртом. Мы очень боялись связки Альфонсо Дэвис и Левандовски и забегов Дэвиса по левому флангу атаки. Ну, конечно, я шучу про веселую тему. В любом случае, здоровье Альфонсо Дэвису. В любом случае, это потрясающий игрок, за которым одно удовольствие наблюдать то, как он играет в футбол. Но для локомотива это, наверное, все-таки плюс. А в ТикТоке ты на него не подписан разве? За ним и там приятно наблюдать. Я подписан на всех футболистов в ТикТоке и зависаю целыми днями в этой замечательной социальной сети, в которой локомотив может набирать миллионы просмотров. Именно поэтому мы не записывали подкаст к Кротеру. Ты был слишком занят ТикТоками. Я сам записывал ТикТок и потратил на это весь вечер. Но я абсолютно согласен, что это точно не веселая тема. И для меня Альфонсо Дэвис в последний, в этот, наверное, год, это был одним из самых таких интересных янгстеров, за которым было прикольно наблюдать. Потому что человек с выдающимися физическими способностями, который еще и понимает действительно, как нужно играть в футбол. И я думаю, что если у него подтвердится серьезная травма, и он выпадет на несколько месяцев, а то и больше, чем на полгода, то я бы сказал, что это некая потеря вообще для всего мирового футбола в плане качества. И давно не было крутых крайних защитников, за которых прям вот, прям настолько крутых уже со сортов позиций. Поэтому, наверное, для Локомотива это некий плюс. Но когда понимаешь, что его заменит Лукас Эрнандес, человек, который от звонка до звонка сыграл все матчи на звездном чемпионате мира за сборную Францию, то понимаешь, что это точно не просадка в качестве. Просто немножко другие ключевые способности у него. И явно Локомотиву от этого сильно легче не станет. Невероятная история Альфонсо Дэвиса. Ему 19 лет, и переходил он аж из такой команды, как Ванкувер, в Баварию. Как Бавария разглядела, что в Америке, в МЛСке, такой вот талантище будет, который спустя всего год после перехода, ну, наверное, лучший левый защитник мира. Причем, ну, безоговорочно лучший в плане созидания, в плане даже обороны в том числе. И один из самых совершенных, наверное, футболистов на данный момент. И будет только прогрессировать. Но я читал о нем, когда он еще играл даже в МЛС, и только когда были первые слухи о интересе европейских команд. Он там играл, кстати, левого такого форварда практически. И в Баварии вот ему нашли другую позицию. И явно от этого все выиграли. Ну, то есть это американский Миша Лысов. Канадский, извиняюсь. Канадский Миша Лысов. Чтоб не наговорить лишнего, просто пожелаю лишний раз Миши здоровья. Пусть у него все будет хорошо. Есть среди футболистов Баварии и более взрослые ребята. И один из них это Роберт Ливандовский, который, судя по всему, в свои 30, сколько ему уже лет, собирается бить очередные бомбардирские рекорды. Я не знаю, 2020 год, он просто в каждом матче, как не зайдешь, у него там то ли хэт-трик, то ли покер, то ли, не знаю, 10 голов в одном матче. Когда я разбирал матч с Зальцбургом, я смотрел на работу Пацана Дайки, который убегал, который очень был активен, который то там, то сям пытался наших футболистов обыграть, но в завершающей стадии ему все время чего-то очень сильно не хватало. В частности, пробить Гильерме, попасть мимо нашего вратаря. Когда я смотрел на резки Баварии последних матчей, ощущение, что Ливандовский, ну, вообще практически ничего не делает на поле, но потом бац, и мяч оказывается в воротах, бац, мяч в воротах, бац, мяч в воротах. Что мы можем противопоставить вот такому форварду, как Ливандовский, которому просто ты отдаешь мяч, он просто какое-то движение делает, и вдруг оказывается, что вокруг него ни одного защитника, и он может просто пробить поворотом. Ну, относительно того, чего мы можем противопоставить Ливандовске, ты правильно вернулся к предыдущему подкасту, когда мы гениально разобрали Зальцбург, и у меня один из знакомых слушал тот подкаст уже после матча, и человек признал, что наша работа была фантастическая. Я вообще, честно, считаю, что тот подкаст получился довольно удачным, потому что действительно практически все, о чем мы говорили, мы увидели на поле, и в этом плане как-то даже... самому себе было приятно. Поэтому я думаю, что если мы сейчас... Профессионалы. Если сейчас мы сможем найти что-то, что поможет Чарли и Мурилу закрыть Ливандовским напрочь, то это будет здорово. Но действительно не вижу у него слабых мест. Вот казалось бы, что там несколько лет назад еще современный футбол отошел от того, чтобы играть вот с таким вот чистым страйкером штрафной, и не очень скоростным, исключительно бьющим изнутри штрафной. То есть я, по сути, даже не мог вспомнить, кто там... Ну, Суарес, Бензема. То есть, наверное, по сути, это были там главные нападающие мира. То сейчас Ливандовки вот в этой Баварии вновь как-то обрел себя, и хотелось бы, чтобы он во вторник не обновил свой рекорд того самого матча с Вольфсбургом, когда он 5 забил за 15 минут, что ли, или около того. Просто вышел, просто забил и пошел отдыхать. Ну вот поставим это первой задачей для защиты Локомотива, не допустить обновления этого рекорда. Но надежда на Гильерме, надежда на то, что Мурилу провел, как мне кажется, не очень качественные два последних матча, что для него не очень свойственно в последнее время. Он любит провести несколько хороших матч, а потом накосящишься, а потом снова идти здорово. То есть вот этот пенальти, когда в Черкизе тоже в первом тайме в эту же сторону, не помню, кому он там наступил на ногу, как бы Локомотив из-за этого пропустил, и были некоторые сложности после этого. Так что надеюсь, что Мурилу исчерпал свой лимит ошибок хотя бы на этот октябрь. Хотелось бы, чтобы на всю осень. И выдаст более качественный матч. Вот мне, наверное, по матчу с Зайсбургом Мурилу немножечко расчаровал. Вот в этом плане. Я сдал от него чуть лучше игры. Но все то же самое. Мурик очень полезен на стандартах. Мы это с тобой тоже не раз обсуждали. И ротору в первом тайме он вполне мог забивать. Там вратарь, конечно, выручил. У нас в нашем составе есть два поляка. Крыховик и Рыбусь. Достаточно хорошо знакомы с Ливандовски. Может ли это каким-то образом сыграть в нашу пользу? Возможно, Крыховик знает какие-то секретные места, которые... Секретные способы закрыть того же Ливандовски. Может быть, сам Крыховик возьмется исполнять эту роль? Ну, Крыховик еще может позвонить одному из своих лучших друзей. Войцах ущественный, который, наверное, еще лучше знаком с манерами ударов Ливандовски. Может быть, он что-то Гиле там подскажет. Но это вряд ли у нас. Конечно, было бы прикольно видеть Крыховик центральным защитником. Насколько я помню, в одной из ближайших лига чемпионских компаний Крых там сыграл. Но, казалось бы, возможно. Но тогда у нас никому будет играть в опорной зоне. Даже несмотря на то, что поправился Стас Макеев. И у нас, наконец-то, есть третья опция на два. Да, причем уже Макеев, Куликов, два опорника и Крыховик как центральный защитник, который будет закрывать исключительно Роберта Ливандовски как хороший его друг, знакомый. Ну, возможно, есть еще время изобрести схему с четырьмя центральными защитниками. Может быть, хоть это поможет. Ну, разумеется, это мы все шутим. Ливандовский близок к тому самому идеалу центрального нападающего. И это явно не пацан Дака, который будет иметь 3-4 хороших момента и забьет из них ноль. Понятно, что конверсия Роберта будет гораздо выше. Надеюсь, наши поляки что-нибудь подскажут или, может, какую-нибудь экскурсию проведут в Москве. Хотя, по счастью, из-за карантина им даже из отеля нельзя будет выходить. Когда я разбирал матч с Зальцбургом, отметил, что наши защитники, причем вся наша, наверное, линия обороны, отлично взаимодействуют между собой, отлично занимаются отбором мяча, когда встречают соперника лицом. Но как только приходится разворачиваться и бежать лицом к своим воротам и каким-то образом располагаться на поле так, чтобы не проходили передачи именно на скорости, когда бежишь к своим воротам, это сразу становится достаточно плохо. И все наши построения очень сильно ломаются. И в том числе, наверное, Бавария как раз, судя по всему, очень хорошо атакует именно на скорости. И я смотрел матчи, опять же, нарезки матчей Баварии, вроде как должны команды встречать игроков, вроде как они играют от обороны, и понятное дело, что с Баварией ты не будешь сидеть в чужой штрафной. И Атлетика это тот клуб, который как раз, наверное, лучше других умеет выжидать, ждать, сидеть у своих ворот и искать свои моменты. Но нет, все равно ты смотришь эти нарезки и все равно видишь, как несется вот эта вот немецкая армия по полям и заставляет игроков соперника разворачиваться, бежать к своим воротам и, естественно, ошибаться. В этом плане я очень сильно боюсь за наших оборонцев и за Мурила в частности. Каким-то образом Бавария научилась разворачивать соперника, заставлять его играть на скорости и лицом к своим воротам, что, конечно, особенно меня тревожит в контексте нашей команды. Абсолютно прав относительно того, что, ну, как казалось бы, что там Бавария играет с командами, которые априори слабее, но ты видишь, как кислый команд в очередной раз почему-то один убегает вообще из центра поля, хотя казалось бы, что здесь должен быть низкий блок обороны у соперника. И что самое интересное, что Бавария и исполнители себе нашла и продолжает комплектовать состав, исходя из этих требований, что еще и Дуглас Коста такой же скоростной винге, который может получить мяч на своей половине поля и просто протащить его 40 метров, завершить атаку 3 в 2, 3 в 3, 3 в 4 либо пасом, либо ударом. Это вот действительно то, что поражает Баварии. Как и почему команды, которые готовятся к ним, разбирают их и должны как-то большим количеством обороняться, допуская то, что команда в красном, либо у них еще белая прикольная очформа, мне нравится, есть, почему-то раз за разом убегает с центра поля практически один на один. Среди всех матчей Баварии, которые в этом году произошли, один стоит особняком, и это поражение 1-4 от Хофенхайма. Я смотрел нарезку этого матча, естественно, не смотрел эту игру целиком, но полное ощущение, что Хофенхайм каким-то образом нашел чит-код и взломал эту Баварию, потому что у них было какое-то колоссальное количество моментов, из которых они 4 реализовали. У Баварии, конечно, тоже были моменты, один забили, еще, наверное, 2-3 явных момента не забили, в том числе там с попаданием чуть ли не в пустые ворота, не смог, не помню кто, но был очень открытый момент, и Сане в перекладину зарядил, но тем не менее Хофенхайм абсолютно по делу, мне кажется, выиграл в этом матче, но каким образом у них это получилось, вообще непонятно. Такое ощущение, что Бавария просто на этот матч как будто не вышла, вышла абсолютно не собранной и пропускала те моменты, которые обычно бы не пропускала. Можем ли мы что-то из матча Баварии-Хофенхайм подсмотреть и взять для себя? Например, первый гол Хофенхайм забил с углового, со стандарта. Был навес куда-то на ближнюю часть Вратарской, и, по-моему, там был автогол, но в любом случае там была навязанная борьба, и получилось Хофенхайма повести в счете. Есть ли какие-то у Локомотива шансы стать новым Хофенхаймом? Ну, мы частично затрагивали эту тему, когда вообще обсуждали жеребевку Лиги Чемпионов, что вот особняком Баварии стоят матчи с Хофенхаймом, и, как мне кажется, очень был похожий матч с Леоном в полуфинале Лиги Чемпионов, когда в первом тайме французская команда создала очень много моментов и не реализовала практически ни один из них, или вообще ни один из них, только потому что немножко не хватило где-то и удачи, и исполнительского мастерства. Вот тем самым бегуткам из Леона, которые раз за разом наказывали Баварию за высокие подключения крайних защитников, и то, что опорник в момент розыгрыша мяча терял либо позицию, либо ошибался в передаче, и тут же стремительно оставались лишь два центральных защитника у Баварии, которые противопостояли бегущим трем-четырем соперникам. Хофенхайм забил достаточно похожие к этому мячи, также просто убегали даже с численным преимуществом против Баварии после того, как совершилась какая-то ошибка при построении позиционной атаки. Мне хочется, конечно, сказать, что и Локомотив, наверное, может и должен этим воспользоваться, но я все так же говорю, что мне кажется, что в стартовом составе на Баварию будет недостаток скорости этих самых игроков атаки у Локомотива, и поэтому не уверен, что Локомотив сможет создавать более быстрые атаки, чем опорники либо крайние защитники будут способны вернуться в оборону и отработать эпизод. Поэтому я бы не ставил на то, что Локомотив как-то массово сможет создавать себе моменты на контратаках, к сожалению. Хофенхайм забил первым, и, может быть, именно это помогло им развернуть игру в то русло, которое было им удобно. То есть Бавария, которая сама ведет в счете, шансов, что кто-то перевернет игру, забьет ей 2 и победит, мне кажется, в этом вообще нету сейчас никаких шансов ни у одной команды мира. Ну, только если какая-то прям супер случайность произойдет. Хофенхайм же забивает первым, забивает потом еще раз после ошибки уже защитника, и получает достаточно комфортную игру в том плане, что они как раз могут наконец-то стоять сзади вот этим самым низким блоком, хотя и их тоже разворачивала Бавария, и выстреливать контратаки уже как раз своими быстрыми бегунками, которые у них есть, в отличие от нашей команды. Но я думаю о том, что вдруг, вдруг каким-то образом Локомотив первым забивает, Мурила с углового выпрыгивает выше всех, кладет мяч мимо Нойера, и после этого Локомотив закрывается. Может ли это каким-то образом Баварию шокировать? Ну, всегда вообще в современном не очень результативном футболе первый гол достаточно много решает, но, например, 6 июня Байеру это не сильно помогло, они там забили на девятой минуте, повели 1-0, но все равно проиграли 2-4. Я пытался еще какие-нибудь поражения Баварии посмотреть, но, к сожалению, Майскор на телефоне не дает доскролить до туда, где есть еще хоть какой-либо потеря очков Баварии, кроме того самого значительного матча с Хофенхаймом. Там просто Хофенхайм забил 2, и поэтому довел дело до победы. Поэтому... Да, и второй гол был достаточно случайным, там Мунас Дабур получал мяч в явном обсайде, но от защитника Баварии, поэтому он спокойно реализовал выход свой 1-1. Я думаю, что Марка Никольчу, конечно, неплохо так везет, и в чемпионате России, и в Лиге чемпионов в частности тоже. Ну, не то, что повезло в матче с Зайсбургом, но определенные моменты были. Но все-таки такого, чтобы Бавария будет отдавать мячи на выход Федору Смолову, я, наверное, не очень поверю. Хотелось бы, чтобы, конечно, такое произошло. Но вот я еще бы отметил то, что мне вот несколько моих знакомых болельщиков Баварии сказали, что слабое звено в текущей защите – это повар, который не успевает возвращаться так резко, не обладает такими скоростными данными, как левые защитники Баварии. Поэтому у него из-за этого возникают некоторые проблемы, вот как раз при потерях в высоком расположении в атаке. Как раз Павар сыграл с Атлетика, но остался на скамейке с Сайндрахтом. И там вышел Сар, который все такой же молодой бегущий. Конечно, хотелось бы, чтобы Локомотив, возможно, как-то воспользовался этой нерасторопностью и атаковал, может, больше льем флангом. Скорее всего, я думаю, Антон Миранчук будет в той позиции. Но, судя по всему, кроме первого гола Мурила со стандарта, нужно еще и второй гол Адзе, чтобы повести 2-0 и уже чувствовать себя комфортно в футбольном поле. Давай закончим с обсуждением Баварии вратарской темы, в том числе в матче с Хофенхаймом. Несмотря на четыре пропущенных мяча, я увидел, наверное, штук 5 сейвов Нойера, причем прям очень хороших. Были сейвы Нойера и в матче с Франкфуртом, и в матче с Атлетико. Для тебя Нойер — это лучший вратарь мира? Вот. Можно спорить о том, что Нойер — лучший вратарь на данный момент, но мне кажется довольно очевидно, что на протяжении последних 10-12 лет это точно самый яркий вратарь, который во многом даже изменил философию футбола вратарей. И вот когда у него случился небольшой спад пару лет назад, и все, казалось бы, уже его подсписали, что Нойер уже не тот, да куда он выходит. И вот его очень много он, по-моему, ошибался за сборную Германии. Из-за этого тоже его там многие костерили и говорили, что, ну, уже пора отдать место номер один Торштегину. Но в этом 2020 году, по-моему, Нойер вновь доказывает, что он не просто топ, а вратарь супер-экстра-класса, которых единицы за век появляются. Очень крут на ленточке. Вот, может быть, как-то немножко не везло ему, может быть, что-то непосредственно даже в той же самой Баварии мешало ему показывать свой класс, но буквально поражаюсь тому, как такой габаритный вратарь, который, казалось бы, научил всех просто тому, что вратарь должен прекрасно играть ногами, так он, кроме всего остального, еще и великолепно реагирует на мячи, какие-то абсолютно нереальные сейвы совершает на ленточке. Поэтому, да, для меня на данный момент Нойер лучший вратарь мира. Ну, финал Лиги Чемпионов Нойер однозначно затащил для своей команды, могло все гораздо по более плохому плану для Баварии пойти, но, однако, думаю, ты не будешь спорить, что Нойер достаточно своеобразный, достаточно эксцентричный вратарь, который может как спасти свою команду, так и напривозить, так и сделать какую-то просто лютую дичь на поле, и, ну, в любом случае ему все это все простят, но, тем не менее, такое было не раз и не два в карьере Нойера. Может ли что-то сейчас такое произойти? Можем ли мы на это надеяться, рассчитывать, как, например, на подарок Градецки Дмитрию Баринову в свое время? Все-таки вратари в Германии играют по достаточно странным моделям. Ну, ошибки в современном футболе, по-моему, не прощаются только Гильерме, а так, ну, во всяком случае, для меня очевидно, что любой вратарь мира на данный момент будет совершать ошибки. Так или иначе, несколько за сезон, это абсолютно нормально. К сожалению, футбол настолько изменился, ускорился. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы это в этих двух матчах с Баварией... Я немного уточню, есть ли смысл, например, тому же Зе Луишу давать конкретную установку «Иди, прессингуй Мануэля Нойера», он ничем не лучше Белинова? Или, ну, лучше все-таки понадежнее сзади и без вот этих вот авантюн? Я думаю, что нет. Мне кажется, слишком низкая вероятность того, что в Нойера вселится Белинов и зачем-то просто отдаст мяч нападающему. Я думаю, что даже в той ситуации Нойер успел бы и выбить мяч, и там и под себя два раза убрать, просто сдействовать как-то иначе. Мне кажется, что с лишний раз выдергиваться на вратаря, даже как это было в том самом матче с Байером, немножко будет авантюрно. Потому что это и лишние энергозатраты для нападающего. То есть ему такой рывок стоит там 50-60 метров пробега. То есть 30 в одну сторону, 30 обратно, не успел отдышаться. Тут локомотив неожиданно перехватил мяч, а уже включиться нападающий не может. Я бы поэтому не сильно рассчитывал на ошибки Нойера, такие как были в матче с Байером. Но я только за. Тогда, наверное, перейдем к локомотиву, к тому, чего мы ждем от нашего состава, от нашей модели игры. Давай начнем с модели игры. Когда обсуждали Зальцбург, я говорил о том, что надо прессинговать этих ребят, и они будут ошибаться, и они не самого высокого уровня игроки обороны, собранные в Red Bull в Зальцбурге. Есть ли смысл прессинговать футболистов в Баварии, или это именно то, чего они хотят, ждут, и будут молиться на то, чтобы локомотив делал именно так? Я думаю, что как раз второе, тоже мы это обсудили, что Бавария будет максимально пытаться выманить на себя как можно больше игроков локомотива, чтобы потом атаковать сходу и примерно равным числом. То есть 3 в 3, 4 в 4 и тому подобное. Мне кажется, что вот задача локомотива – это включаться при потерях мяча и при, условно говоря, неудачных обработках кого-то из центральной зоны Баварии. То есть будет, к сожалению, хотя, может, и к счастью, но я надеюсь все-таки, что локомотив будет действовать достаточно низко, но обязан пытаться разжимать пружину, на своей половине поля после каких-то неудачных обработок или не очень качественных пасов, которые, даже несмотря на то, что это Бавария и лучший клуб Европы на данный момент, она все равно будет совершать эти ошибки. Если мы постоянно говорим о том, что нам нужно убегать в быстрые атаки, кто самый быстрый футболист локомотива, на твой взгляд, на данный момент? Я думаю, что Зе хотелось бы сказать Каманно, но я почему-то пока вообще не увидел от него никакой скорости, несмотря на то, что в нарезках и там каким-то своим статистическим скиллам кажется, что он может быть одним из самых быстрых. Но если не брать Каманно и Зе, наверное, третьим будет Прифат. Мне кажется, достаточно быстро бежит в текущей формации. А так, ну вот, наверное, такой будет мой ответ. А ты как думаешь? Я бы добавил еще Маце Рыбуся. Он в последнее время регулярно совершал прям очень скоростные рывки. Но проблема в том, что продуктивность от всех этих рывков пока минимальная. Даже если кто-то находит какое-то пространство и убегает, и получает возможность для того, чтобы сделать передачу, навес или ударить поворотом, все равно это не оканчивается даже чем-то похожим на опасный момент, не то что забитым голом. Просто стоит ли выставлять состав с учетом вот этой возможности на убегание? Ну, то есть, все-таки, я думаю, считается, что Каманно достаточно быстрый футболист и брали его за скорость. Стоит ли сразу выставлять состав, который бы одним из своих главных козырей использовал бы именно вот эту вот самую скорость, но при этом мы понимаем, что обычно такие ребята не особо хорошо помогают обороне. Тот же, возможно, Зе Луиш будет в обороне менее полезен, чем Эдер. На самом деле у меня возникают вопросы о том, будет ли, мне кажется, Зе очень полезен и на стандартах своей штрафной. Этого мы пока не знаем. Мы знаем, что Эдер на стандартах и своей штрафной точно полезен и снимает, наверное, процентов 70 всех полетов мяча. Каким будет Зе Луиш, пока мы не можем знать. Я помню, он в Спартаке, он в Спартаке всегда возвращался в свою штрафную, на угловых и на весах. Но я думаю, что появление Зе и так достаточно вероятно. Подожди, если мы оставляем Зе Луиша как опцию, которая бежит вперед, значит, нужно, чтобы при стандартах этот человек находился, ну, хотя бы не в своей вратарской, а хотя бы где-то на радиусе штрафной, чтобы, когда Гильерме выловил мяч, эти все ребята стартанули вперед и имели хотя бы какое-то преимущество. Ну, мне кажется, в современном футболе никто не оставляет вообще мотив. Насколько я помню, с тем же Зайсбургом практически полным числом находился в своей штрафной при угловых. То есть тот же гол Сабаславе, Федор был в районе ближнего угла вратарской, Эдер, по-моему, был в штрафной. И разве что кто-то был на подборе. Я думаю, что вполне можно рассчитывать на рывки от собственной штрафной, если будут уж какие-то намеки на быструю контратаку после чужого стандарта. И, по-моему, только Таллайф оставляет трех игроков в атаке при угловом, в собственные ворота. Покупаем Беришу. И Милкадзе. Милкадзе, да. Разумеется. Вот просто немножко тяжело же гипотетически рассуждать. Я все равно, даже когда задумываюсь над твоим вопросом, то у меня первая же мысль о том, что слева точно будет играть Антон. Учитывая, что он остался в запасе на матч с Ротером, я практически уверен, что его немножечко приберегли к матчу против Баварии. Поэтому, мне кажется, одна из двух, ну, из четырех кандидатур на позиции в атаке уже достаточно ясна. На ротор Антон вышел ужасно просто. Да. Что-то сказать. Я в перерыве видел, как он был в очень хорошем настроении. Я думаю, что бегал, махал там. Бегал, аплодировал, передавал приветы на трибуны и был в очень хорошем расположении духа. И перед матчем, и в перерыве. Ну, я думаю, что после игры он точно расстроен своим незабитым пенальти. И кроме этого пенальти было очень много брака, очень много не самых очевидных и правильных решений. Поэтому мне бы хотелось, чтобы Антон, конечно, сильно прибавил. Возможно, головой он уже был как раз в матче с Баварией. Ну, вот мне кажется, что, возможно, если бы матч с ротором складывался после первого тайма чуть лучше, то ни Антон, ни Зе, скорее всего, бы не вышли. И поэтому, да, психологически они явно, Антон явно был не настроен на эту игру, со что ему большой минус, к сожалению, так выходить на замену человеку, который должен быть лидером команды в этом сезоне. И Николич тоже об этом говорит, что видит Антона лидером этой команды. Ну, это если бы Антон подписал контракт, мы-то знаем, что этого не случилось. У нас остается практически всего три опции, куда вот как ты хочешь или предлагаешь, или рассуждаешь, можно было бы выпустить из красных игроков. Я думаю, что справа будет практически точно Жемалединов, который дал сам себе отдохнуть в этом матче четвертой желтой карточкой в предыдущем туре. И он здорово играл в первом тайме против Засбурга. Даже если не в первом тайме, то в первые 30 минут точно. И поэтому я тоже думаю, что он достал без за собой место в основе. Поэтому я не прогнозирую выход Каману в старте, и мне кажется, Николич не будет плясать от этого. То есть получается то, что на Баварии мы выпускаем ровно тот же самый состав, за исключением, возможно, я так понимаю, есть вероятность изменений в линии атаки. Те вот эти вот два форварда, есть вопросы и по Эдеру, есть вопросы и по Федору Смолову. А вот предыдущие 9 позиций, я так понимаю, что вообще не ждем никаких изменений, и это будет ровно то же самое. Нет, я жду Стаса Макеева основу. Вместо Дани, соответственно. Мне бы, конечно, хотелось бы сейчас порассуждать о том, что вдруг Локомотив сыграет все-таки 4-1-4-1, либо вообще в три центральных защитника. Это помогло бы? Ну вот мне не очень... Я сейчас сказал про три центральных, и помню, что мне это не очень нравится, потому что, ну, фланги обороны не дадут той самой скорости и объема работы в атаке, поэтому не очень думаю, что это нужно. А вот 4-1-4-1, мне кажется, было бы как минимум интересно. Но абсолютно не верю, думаю, что это будет повторение схемы с Азьбурга. Тогда что будем делать с атакой? Кого и в какой формации? Я бы точно выпустил Лисаковича, который за два матча, по-моему, влюбил себя в себя многих, даже тех, кто был как-то... не очень хорошо к нему относился, но человек играет на контрасте с нападающим, с одним из нападающих сборной России, и, по-моему, достаточно очевидно, кто из них больше хочет, кто из них больше участвует в игре и кто из них более настырный уже даже прямо сейчас. Поэтому я бы хотел увидеть Лисаковича в основе относительно Зе Эдер. Скорее всего, все-таки дело физической кондиции, я об этом не знаю. Мне казалось, что Зе вообще не планировал выходить... Тренинский штаб не планировал выпускать Зе на матч с Ротером, потому что он вообще сидел на скамейке, особо не разминался ни в перерыве, ни в начале второго тайма. Мне кажется, что, возможно, мы увидим Зе со старта, но, повторюсь, Зе или Эдер, это вопрос исключительно кондиций. Одна из тем, которые мы говорили, опять же, в подкасте на матч с Альцбургом, это возможность выпуска на замену на последние 30 минут, освежение линии атаки и, соответственно, таким образом додавить чуть более уставшего соперника. Если мы выпускаем Федора Смолова вместо Лисаковича на 60-й минуте, кажется, что это не сильно додавить соперника, а просто выпустить Федора Смолова. Может быть, все-таки имеет смысл некие силы поберечь и оставить первые, явно первые там 60 минут, мы будем больше обороняться, чем атаковать, ну а потом, может быть, у нас все-таки будут появляться какие-то возможности. Я думаю, что Марку понравилось то, как он изменил игру в матче против Альцбурга, и я думаю, что, скорее всего, мы увидим все ту же замену четырех игроков линии атаки где-то там с 60-й по 70-ю минуту. Практически уверен, что так оно будет. Не знаю, мне кажется, что Смолов, к сожалению, все начнет в старте, и действительно так оно и будет. Ну, то есть, в итоге мы приходим все равно к полному повторению состава на матч с Альцбургом. То есть, Лисакович в запасе, Смолов на поле, Зелуиш по физическим кондициям в запасе, Эдер на поле. Правильно я понимаю? Ну, у меня нету ватсапа, Марку, чтобы сейчас точно тебе сказать, правильно ли ты понял, и у меня нет никаких инсайдов, как бы все в чатике не были в этом уверены, и уже даже Марат. Ну, тогда уволен. Поэтому я все-таки думаю, что Стас вот это будет. Да, Стас, точно. Мы еще не обсудили замену Стаса Макеева на Даню Куликова. Ну, во-первых, не знаем о физическом состоянии Макеева. Он переносил болезнь, и готов он или не готов, в матче с Ротером его выпустили на 20 минут поиграть, на 25, по-моему, минут поиграть. И, ну, не сказать, что это было как-то, опять же, сверх ярко и как-то помогло локомотиву. Ну, вот, ничего особого за последнее время не изменилось, кроме вот тех интервью Николича, по которым мне показалось, что он очень его ценит. Конечно, не так, как Баринова, потому что Николич при каждом удобном случае вспоминал об отсутствии Димы, и много говорил о его литрических качествах. Но вот по тем двум материалам мне показалось, что Маркоу очень нравится Стас, и он котирует его явно выше, чем Даню. Я не думаю, что он оставит его вне старта на второй матч Лиги Чемпионов. Если Стас готов, хотя бы там от 90%. Но Куликов, в отличие от Макеева, уже имеет за плечами матч в старте Лиги Чемпионов, уже, в принципе, сильно больше времени и больше опыта, который, я так понимаю, Марко достаточно высоко ценит. Именно вот опыт и игру на высоком уровне. Не будет ли для Марко все-таки слишком большим риском выпускать на Баварию Макееву, у которого до этого только Таймс Атлетика был? Ну, риск для Локомотива уже приехать в Черкизово во вторник, потому что это уже непонятно. Так вот 0-3 и уже... Уже выше, чем Атлетика по разнице забитых пропущенных. Да, кстати, об этом не нужно забывать. Но мне почему-то кажется вот так. Можно с тобой на что-нибудь символическое поспорить. Я за Магу в старте во вторник. Я не буду спорить. Мне кажется, достаточно равноценные два футболиста, что Куликов, что Макеев. Для каждого из них есть определенные плюсы, определенные минусы. И при этом, ну, мы много говорили о том, что само по себе безальтернативное участие обоих этих футболистов в Лиге Чемпионов, либо одного, либо другого, это уже в принципе минус для Локомотива в плане вариативности и плюс для остальных команд в плане подготовки к этому матчу, потому что они уже могут, ну, зная о том, что у нас точно будет либо Куликов, либо Макеев, каким-то образом строить свой план, план своей игры на давление в эти зоны. И, возможно, молодые футболисты, которые, как я часто говорю, не отличаются стабильностью, ни один из них никогда и никто, могут дрогнуть и посыпаться в одном конкретно матче, в котором будут их особенно сильно давить. такие личности, как Кимих, как Талисо, как, не знаю, тот же Гнабри, тот же Лерой Сане, и вполне возможно, что кого бы ты не выпустил, Куликова или Макеева, сильно это бы ничего не поменяло, поэтому и спорить особо не вижу смысла. То есть за выпуски не платят, так еще и спорить на что-то даже чисто символическое отказывались. Я понял. Я бы, конечно, еще порассуждал на тему о том, что... Я бы, конечно, еще порассуждал о том, что... как будет строиться игра Локомотива, если выйдут обременные и Джегош, и Стас, и Даня, но мне кажется, я только займу пять минут драгоценного времени у всех слушателей. Увы, увы. Я тоже уже говорил об этом на прошлых подкастах, что хочется порассуждать над возможными сменами схемы, над возможными сменами плейстайла Локомотива, но, к сожалению, Марко Николич нам не дает вообще никаких возможностей для этого, если только это не 80-я минута проигрываемого матча последней команды чемпионата России, когда он просто начинает выпускать всех атакующих футболистов, которые у него только есть, и стройная схема вообще превращается в черт знает что и с кучей атакующих футболистов внутри чужой штрафной. Мы это видели в матче с Уралом, мы это видели в матче с Ротером. Сильно подозреваю, что даже если мы будем проигрывать Баварии, то одновременно Эдера Федора Смолова и Зе Луиша мы не увидим. Хотя, как знать. Ну вот, я еще не знаю, видно было ли это на телевизионной картинке, но да, в концовке с Ротером Марко прям четко расставил, сказал, что Смолов должен играть левого нападающего, Эдер правого нападающего, за центральный, и вообще схема стала какой-то абсолютно непонятной, то есть, мне кажется, Мадир стал играть как-то даже в три защитника, что это было как-то похоже на три-четыре-три. Ну, просто какой-то, да, свистать всех наверх, а вы там дальше разбирайтесь. Конечно, Эдеру и Смолу за последние два года даже привычнее играть на флангах, нежели в чужой штрафной, но это, да, скорее, это авантюра, не думаю, что на нее решаться, даже если мы будем проигрывать Баварии в Лиге Чемпионов. Это все привело к тому, что в центре штрафной, как адреса для передачи, все равно оказался Гжегош Криховик. Несмотря на трех нападающих, все равно поворотом бил Гжегош Криховик, а эти чертовы нападающие ему только помешали в очередной раз. Чертовы или черные? Я не расслышал. Чертовы, чертовы нападающие помешали. Давай без расизма в наших подкастах. Я просто не услышал. Очень грустный у нас с тобой выпуск получается. Неужели у Локомотива вообще-вообще нету ничего, в чем они могли бы быть хотя бы не знаю, тайм равными Баварии? Тайм нет. На протяжении одного розыгрыша какого-нибудь углового возможно. Бавария немало пропускает с угловых, даже несмотря на то, что у них достаточно высокие центральные защитники и опорники. Так, ну, хочется питать иллюзии и, конечно, вспомнить можно о том, что, блин, это футбол, тут каждый может обыграть каждого. И я думаю, что это, к сожалению, единственная вера ваше-то приятное ночево-вторник. Поэтому задача, это, я еще понимаю, один из двух матчей, которые будут первые, вот этот вот тайм-слот Лиги Чемпионов, там второй матч Шахтер, не помню кто, и поэтому, судя по всему, матч Баварии будет смотреть подавляющее количество любителей европейского футбола по всему миру. Так что задача показать молодых и как-то, возможно, привлечь внимание каких-либо европейских специалистов, экспертов или просто любителей футбола. Ну, давай тогда перейдем к нашим неутешительным прогнозам. как ты думаешь, как завершится этот матч и какая разница будет мячей и забьет ли Локомотив? Ну, вот ты первый начинай. Мы в прошлый раз так сделали и ничью сыграли. Я думаю, что меньше четырех Бавария не забивает и вряд ли ограничится четырьмя голами и в матче в Москве. При этом, как ни странно, мне кажется, что Локомотив свой гол в матче с Баварией забить должен. Я не знаю, будет ли это 1-4 или 1-5 или 1-8, но мне почему-то кажется, что Локомотив забьет и проиграет крупно при этом. Я прям испытывал боль, когда понял, что 1-8 вполне реально. Это вот, конечно, грустно от этого. Да, Бавария, казалось бы, самый сейчас неудобный соперник для нынешнего Локомотива. Ну, если ты как-то сказал серьезно, я, наверное, продолжу пытаться быть чуть более оптимистичным, насколько это возможно. 0-3, 0-3. Я буду оптимистичным, 0-3. 0-4 даже сойдет, не хуже, чем Атлетика, у которых самый высокооплачиваемый тренер в мире. Поэтому надеюсь на боевые 2-2, которые могли бы быть против Роутера, если бы российские судьи на Варе засчитали бы гол. Поэтому вот справедливый результат был 2-2 для матча в выходной день, поэтому пусть он случится тогда и во вторник. Так, ну тогда ты должен еще сказать, кто будет забивать. Ну, это и так понятно. Если Локомотив забивает два гола, кто должен забить два гола? Не буду тогда дальше расспрашивать, чтобы не сглазить, не накаркать. Ну что же, таким вот у нас невеселым вышел Ежа-подкаст, но я думаю, что вы все прекрасно понимаете, что соперником у Локомотива чемпион предыдущей лиги чемпионов, лучшая команда мира, которая в последних матчах меньше четырех принципиально не забивает, а старается это делать и побольше, и покрупнее. И там играют футболисты, которых FIFA признает лучшими на своих позициях, лучший нападающий, лучший защитник, лучший вратарь. Только лучшего полузащитника отдали Кевину Дебрюйну, хотя я думаю, что среди полузащитников Баварии тоже найдутся весьма неплохие претенденты на этот трофей. Но будем болеть, будем переживать, будем ждать, что наши ребята могут преподнести какой-то сюрприз и верить в лучшее. Я вот пытаюсь нагуглить, какой коэффициент на тотал меньше 2,5. Наверное, за десятку переваливает. Но действительно, надеемся на лучшее, болеем за локомотив и надеемся, что хоть в чем-то в этом ежеподкасте мы окажемся правы. И не по прогнозу Артема. Пока. Всем пока.